МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости дня. О главных событиях города и области готовы рассказать корреспонденты ОРТ и я, Наталья Мороз. Здравствуйте. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аналитики посчитали, в сложной ситуации лучше иметь запас на полгода. Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Орске арестованы. Три человека останутся в СИЗО до 7 декабря. День борьбы с ожирением. Как справиться с лишним весом, делятся участники госпрограммы. В учебный центр под Ульяновском из Оренбуржья отправилась партия дополнительной экипировки для мобилизованных резервистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Несколько сотен жителей Оренбургской области прибыли на боевое слаживание. В модульном городке бойцы проходят курс огневой и тактической подготовки. Мобилизованные получили военные обмунтирования, вооружения, поставленные на продовольственное обеспечение. Получают все, что положено по уставу российской армии. Однако в областном правительстве понимают, что дополнительная экипировка не помешает. В учебный центр направлены вспененные коврики, зимние бушлаты, берцы, перчатки, бензиновые генераторы, лопаты, топоры, ножовки и рации. Подготовили к отправке по заявкам военных частей, базирующихся в Оренбуржье, специальное оборудование, тепловизоры и квадрокоптеры, генераторы, шансовый и электроинструмент. Передадим и другие вещи, без которых не обойтись в полевых условиях. Спальные мешки, полиуретановые коврики, тактические наколенники, налокотники и перчатки, разгрузочные жилеты и панорамные очки. Такая работа проводится не впервые и продолжится экипировкой, обеспеченные добровольческие отряды и росгвардейцы, которые отправились служить в зону специальной военной операции. И теперь к ситуации в одном из образовательных учреждений в подшефном Оренбуржью-Перевальском районе Луганской народной республики. Ремонт в школе искусстроителей из Оренбурга планируют завершить раньше срока. Отделку фасада закончат до 17 октября. По договору у подрядчика есть время до конца месяца. Уже выполнено более 80%. Все стены утеплены. Параллельно идет оштукатуривание и покраска. Теперь дети будут заниматься в комфортных условиях. Также в подшефной территории Оренбуржья ремонтируют гимназию номер один, стадион. А на 29 объектах образования и культуры установлены новые отопительные котлы. Все работы на особом контроле губернатора области Дениса Паслера. Ну а Европейский лицей поселка Пригородный перешел на дистанционное обучение. Руководством учебного заведения такое решение принято из-за участившихся угроз в минировании здания. С начала учебной недели на электронную почту Европейского лицея поступают сообщения с угрозами. В образовательном учреждении оперативно проводят эвакуацию. Школьников распускают по домам. Учащихся начальных классов приходится забирать родителям. В понедельник и во вторник учебный процесс был нарушен. Лицей переведен на дистанционное обучение до пятницы 14 октября. В Оренбургской области продолжается волна ложных сообщений о минировании учебных учреждений. Известно, что на дистанционное обучение также переведены четыре крупнейших вуза региона. Почти 5% продуктов в школьных столовых Оренбурга оказались фальсификатом. Такие данные публикует региональный Роспотребнадзор. Ведомство оценило качество питания детей за прошлый учебный год. Проверки показали, что из 600,5 готовых блюд более 1% не соответствовали микробиологическим требованиям. 0,3% из почти 700 обедов оказались несоответствующими необходимой калорийности. А в 4,6% в питании обнаружены признаки фальсификата. В основном это была молочная продукция, а чаще сливочное масло, производители которого были из других регионов России. Вся продукция, которая на тот момент, на момент получения результатов лабораторных исследований, еще оставалась, она, естественно, изъята из опорота. Управлением Роспотребнадзора приняты соответствующие меры в отношении поставщиков данной пищевой продукции. Также информация у нас направляется в обязательном порядке в управление Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, на территории которых расположены предприятия. Ведомстве добавили, особое внимание уделяется организации качественного и безопасного питания учащихся первых и четвертых классов. Для них обед в школе-столовой бесплатный. В области в этом году контроль за детским питанием продолжится. При этом, по сравнению с прошлым годом, отмечается положительная динамика. Количество нарушений в этой сфере заметно снизилось. Санитарные врачи отмечают, если у родителей возникают вопросы или жалобы, то всегда можно обратиться на горячую линию к специалистам Роспотребнадзора. По телефону 8, код города 3532-44-23-58. Оренбуржье плавно вступило в отопительный сезон. Об этом сообщили на заседании правительства области. Тепло поступило как в жилые дома, так и в социальные объекты. Верным решением стало проверить и включить теплоснабжение, не дожидаясь погодных норм, отметил глава регионального министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин. О чем еще, Швареевич, смотрите прямо сейчас. У нас 97% объектов здравоохранения отапливаются. Детские сады 98%, школы 98%. Почему не 100%? Это те учебные заведения, те объекты, где ведутся капитальные ремонты, либо реконструкции до конца года, либо переходящие объекты. То есть там ни детей, ни жителей нет. Начало отопительного сезона – первое, что обсудили на заседании правительства области. Александр Полухин докладывает, в этом году тепло в дома и социальные объекты запустили раньше, не дожидаясь холодов. Проблемы есть только на востоке области. Губернатор обращается к руководству администрации Орска. Вы чего молчите-то? Людям-то чего не рассказываете? Ну, понятная работа, хорошо, что не зимой ведете. А сейчас там врезаете, сети меняете еще, что называется, несмотря на то, что осень, но это лучше, чем зимой. А с людьми-то чего не общаетесь-то? Почему люди не знают? Почему они дозваниваются вперед к губернатору, нежели вам? Вы что-то далеко-то от людей сидите, что ли? Еще одним немаловажным моментом стало внесение изменений в постановление правительства о розничной продаже алкогольной продукции, дополнительном ограничении времени, условий и мест продажи. Поправки коснулись территории, прилегающей к Тотскому гарнизону. Цель поддержания правопорядка в месте размещения мобилизованных граждан в проектном постановлении предлагают остановить запрет розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пиво в селе Тотское на второе, муниципальное образование, Зареченский совет, Тотского района и Ольгойского областа при частичной мобилизации. Юлия Тюшевская, Игорь Бероев, Новости дня. Глебороба Оренбуржья намолотили более 4 миллионов тонн зерна. Это почти вдвое больше прошлогоднего урожая. О завершении уборочной эстрады, обновлении парка сельхозтехники и севе о зимых культур рассказал первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин. Земледельцы Оренбуржья обмолотили зерновые культуры на площади 2 миллиона 300 тысяч гектаров. Большой вклад в областной каравай внесли хозяйства Курманаевского, Адамовского, Асекеевского, Бугрусланского, Бузулукского районов. Они намолотили более 1 миллиона тонн зерна. Рекордный урожайность выше 31 центнера с гектара была в Бузулукском районе. В среднем по области с каждого гектара собирали более 17,5 центнеров зерна. Если говорить про 4 миллиона тонн и брать уже новую веку наш, то у нас такой результат был в 2017 году. Если брать прошлый год, то намолот, вы помните, составил 1 миллион 600 тысяч. Очень шикарный намолот был бы, если бы он был в районе 4,5-5 миллионов тонн. Но это, разумеется, при высокой цене на зерно. Под урожай 2023 года посеяно озимыми рожью и пшеницей почти 850 тысяч гектаров. В этом году аграрии рекордно обновили парк техники. На сумму свыше 5 миллиардов рублей закуплено более 400 тракторов, 207 зерноуборочных и еще почти 700 единиц другой техники. Скачок цен весной произошел и на рынке сельхозтехники. Ее стоимость выросла почти вдвое. На 70% земледельцы области успели приобрести технику по старым ценам. Помогли тесные связи с агролизингом и отечественными заводами, которым Оренбуржия дает предпочтение. Оренбургские аграрии уже заключили новые договоры с производителями техники, которые дают 5-процентную скидку. Гарантируют фиксированную стоимость, а первый платеж по лизингу ждут с урожая уже 2023 года. Освоили хлеборобы Оренбуржья еще одно новшество – цифровизацию зерна. С 1 сентября в системе зарегистрировано почти 70% нового урожая. Оренбуржья как пример. На минувшей неделе в наш регион приехали врачи-онкологи со всей страны. Основной целью медиков стало получение опыта в развитии отрасли. Но для жителей Иркутска этот визит стал особенным. Они приехали получить знания именно от оренбургских специалистов. Ведь наша область показывает достойные результаты не только онкологической службы. Как отмечают члены делегаций Иркутской области, у наших врачей есть чему поучиться. Одним из главных критериев для этого послужило снижение смертности среди онкобольных. Причем Оренбуржья находится на одной из лидирующих позиций. Безусловно, гости приехали для того, чтобы позаимствовать опыт и разработки оренбургских врачей-онкологической службы. Но во время визита их заинтересовали и другие аспекты. Специалисты посетили новую инфекционную больницу. Гостей впечатлили и функциональность учреждения, и новейшее оборудование. Повывали и в строящейся детской областной больнице. Здесь отметили то, насколько быстро возводится здание. Мы хотим взять очень много того, что успешно реализовали в части маршрутизации оказание помощи доступности, помощи доступности в первичной медицинской данной промости. Что также очень сильно импонирует, это отношение кадров. У вас очень хорошая кадровая оснащенность. То есть это тоже соответствующая работа системы здравоохранения. Алексей Шелихов отмечает, врачи региона показывают положительный пример. Надеются, что это не последний визит в нашу область. В Оренбуржье нужно приезжать, учиться и перенимать положительный опыт не только врачам-онкологам, но и специалистам других профилей. Это новости дня. И вот что будет в нашей программе дальше. Оставайтесь с нами. Сколько храним на черный день? Аналитики посчитали, в сложной ситуации лучше иметь запас на полгода. Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Орске арестованы. Три человека останутся в СИЗО до 7 декабря. День борьбы с ожирением. Как справиться с лишним весом, делятся участники госпрограммы. Это новости дня. Мы продолжаем. За последние полгода жители страны стали бережнее относиться к своим расходам. Об этом сообщает сервис по подбору работы. Такое решение большинство россиян приняли в связи с нестабильной экономической ситуацией. Аналитики выяснили, каждый второй житель России стал больше экономить. Это свыше 45% населения. Цифра стала расти в конце февраля, начале марта текущего года. Количество людей, которые решили увеличить свои расходы, снизилось на треть. И теперь это менее 10%. Менее 30% людей свои финансовые расходы смогли сохранить в прежнем режиме. Стали больше тратить в основном молодое поколение страны. Это люди моложе 34 лет. Специалисты отмечают, ситуация в плане финансовых трат схожа с периодом января 2021 года. В это время как раз был разгар пандемии коронавируса. Экономить стали 47% жителей страны, а 8% людей, наоборот, решили увеличить свои расходы. Ну и продолжение темы народных финансов. Специалисты дают советы россиянам. Аналитики рекомендуют оставлять деньги на так называемый «черный день». Сумма сбережений должно хватить, чтобы оплатить расходы семьи от 3 до 7 месяцев. Деньги лучше хранить в рублях и обеспечивать их сохранность и быструю доступность. Имеют ли необходимый денежный запас оренбуржцы? С таким вопросом наши корреспонденты вышли на улицы областного центра. Самые интересные ответы в нашем традиционном экспресс-опросе. Нужно обезопасить себя, свое будущее. И поэтому деньги храню. Конечно, имею. Безусловно. Большой суммы у нас нет, но нормально. Ну как-то не хватает что-то откладывать. Все в активах. Но вот это актив. Живу я тоже в активе, квартира это актив. Поэтому я как бы не считаю, что какая-то большая подушка требуется. Да, конечно. Потому что нестабильность в жизни. И поэтому, возможно, в работе стабильности нет. И, возможно, останешься вообще без ничего, если все потратить сразу. Маленькую. Ну, а кто не имеет? На черный день в наших краях. Не имеем пока. Имеем? Обязательно. Ну, все имеют немножко. Конечно. Финансовая подушка должна быть всегда. Оленинский район и суд Орска накануне отправил на два месяца в СИЗО трех человек. Они обвиняются в нападении на инкассаторов. В зале суда побывали наши орские коллеги. Напомним, нападение на спецавтомобиль почтового отделения произошло утром 7 октября на улице Станиславского в Орске. Налетчики ранили одного из инкассаторов, который позже скончался в больнице. Грабители с крупной суммой денег скрылись с места преступления. Выехавшие на место следователи обнаружили два пистолета Макарова. На следующий день нападавших удалось задержать. Перед судом предстал 48-летний житель. Кемеровской области обвиняется в разбое, а также в убийстве сотрудника почты. Избрана мера и для двоих предполагаемых соучастников ограбления аналогичное решение принято и в отношении 34-летней Орчанки, сотрудницы почтового отделения. Она, по данным следствия, предоставила грабителям информацию о маршруте движения служебной машины. Я играть в это движение не признаю. То есть вы не признаете себя виноватом? Я знала, что они только ко мне в 10 часа. Третьим арестованным стал 64-летний родственник женщины, который, по информации следователей, познакомил ее с одним из исполнителей преступления, предоставил налетчикам свою машину. Известно, что в розыск объявлен еще один подозреваемый в нападении на работников службы инкассации почты. Это Виталий Кравченко, житель Кемеровской области, которому удалось скрыться. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с ожирением. Наша съемочная группа встретилась с оренбургцем, который решает проблему с лишним весом уже на протяжении нескольких лет. Какие меры он предпринимает, чтобы избавиться от десятков лишних килограммов, а также в чем причины распространенного заболевания. Смотрите прямо сейчас. Сергею Юманову 38 лет. Он страдает ожирением с детства. Мужчина делится. Набрал лишний вес, когда некоторое время жил у бабушки. Признается, слишком много ел. Считает, что с тех пор у него нарушен обмен веществ. Борется с проблемой всю жизнь. Были случаи, когда при избавлении нескольких десятков кило он снова их набирал. Сейчас оренбуржец весит 130 килограмм. За семь последних месяцев скинул 15. Ограничил я некоторые продукты. Например, сладкое, мучное. И там есть нюансы. В общем, некоторые овощи, например, в вареном виде, их тоже не рекомендуют есть, потому что у них гликемический индекс высокий. То есть продукт превращается в сахар. Особое внимание сейчас Сергей обращает и на режим питания. Ест он пять раз в день, через каждые три часа, чтобы не чувствовать голод. Плюс ко всему физическая нагрузка. 10 тысяч шагов в день. С ним постоянно на связи специалист. Мужчина уверен, на правильном пути издаваться не собирается. Ведь лишний вес доставляет большие неудобства. Такое заболевание сейчас наблюдается не только у взрослых, но и у детей и подростков. Так, только четыре года назад Оренбуржье числилось в лидерах по количеству пациентов с ожирением в России. Есть несколько причин его возникновения, говорят специалисты. Главная причина – это, наверное, все же дисбаланс между энергией, которую мы потребляем, и энергией, которую мы расходуем. В последнее время мы, конечно, питаемся так, как нам удобно. То есть мы питаемся часто, мы делаем какие-то перекусы булками. Плюс доказано, что от 40 до 70% – это влияние генетического фактора. Уже выявлено много генов, которые влияют на метаболизм углеводов, жиров, и через это влияют на развитие ожирения. Побороть заболевание возможно, если приложить максимум усилий. Один из общих советов специалистов – отказ от сахара и сахаросодержащих продуктов, перекусов мучными изделиями. В рационе должно быть достаточно белка, мяса, рыбы, морепродуктов, зелени и овощей – от полукилограмма в день и более. Важна и физическая нагрузка. И перед тем, как вернуться к привычному режиму, нужно вспомнить, что ожирение – фон для онкологических заболеваний, диабета и других болезней. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте. Присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы с автором наших новостей. Если стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8-987-852-6011. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова